здравствуй мой дорогой зритель ну наконец-то у меня освободился все таки экипаж от одной из птшек американских и сегодня рассмотрим t71 в простонародье табурет или бешеная табуретка что он из себя представляет какая великолепная замечательная машина которая полюбилась в принципе ну если не всем то очень многим но давайте начнем с брони который у нас нет во лбу у нас 25 миллиметров то есть на это это даже не смешно учитывая что попадаем мы в уровне боев с 8 по 11 то есть мы попадаем чаще всего в мир боли к десяткам там где нас ваншотят всякие злобные птшки учитывая что запас прочности у нас невелик там 840 очков это как бы ну маловато в принципе как бы я бы не сказал что очень мало но маловато скажем откровенно скажем так у 1375 там того же нашего конкурента французского это 900 очков а здесь у нас меньше но почему-то вот как-то 1375 не так любит как табурета в чем же дело давайте разберемся начнем с того что у нас здесь все-таки есть барабан правда не сильно такой дамажащий потому как всего лишь 900 очков прочности мы везем в барабане кд у нас достаточно быстрая 15 секунд касательно самого орудия склоняется вниз она всего лишь на 7 градусов это немного в заднем секторе на 5 учтите этот момент если стреляете по врагу сверху вниз лучше задом не становиться я понимаю что брони нет ни во лбу не там не спереди не сзади поэтому можно и задом выкатиться как-то там пострелять но учтите что пушка в заднем секторе склоняется хуже и так касательно калибр у нас 76 миллиметров пробития 175 бронебойным это маловато 150 альфа одного выстрела голда чуть-чуть решает все-таки 210 пробития не 175 но есть маленький нюанс у нас стандартные наши дешевые снаряды подкалиберные а голдовые у нас увы кумулятивные а кумулятивы как известно это капризная штука у них нет ни нормализации ни черта и попадая в гуслю мы фактически не наносим никакого урона просто сбиваем гусли что само по себе неприятно кроме всего прочего эта пушка является стоковой пушкой для т-69 но учтите что там уже в барабане будет 5 снарядов они 6 есть маленький тоже нюансе пушечка достаточно косоватая 039 но учитывая что мы светляк нам как бы пушка это дополнительное устройство оно не является основным 2 и 3 сведения тоже так фиговенько достаточно но это не для того дело в том что если мы пользуемся своим орудием то как правило мы пользуемся им в лоб то есть мы каруселим кого-то особенно пт заезжаем в корму и начинаем выдавать урон и дальше сматываемся на кд на перезарядку куда-нибудь за ближайшие препятствия вот как то так то есть такая заноза в заднице которая прилетела уколола тому щипнула постреляла и умчала куда-то вдаль в неизвестном направлении а помогает ему в этом его великолепнейшая динамика скажем так просто великолепный двигатель 498 у нас масса мотора и 400 лошадиных сил это при полной массе 17 6 тонны это со всякими модулями на а без модулей у нас получается там еще меньше там 16 копейками то есть если считать без модулей масса танка получай при массе танка получается ровно 24 лошади на тонну а так получается чуть чуть меньше с модулями получится где-то в районе там 23 разгон здесь очень хороший но в принципе не он решает решает здесь дело в том что маневренность и максимальная скорость дело в том что мы двигаемся вперед 64 и 4 километра в час назад аж целых 23 то есть мы можем задом прекрасно укатываться за препятствия нам динамика это позволяет это очень очень здорово я бы сказал кроме того скорость поворота шасси внимание 56 градусов в секунду то есть он на месте вращается будь здоров это на один из немногих светляков который прекрасно дрифтует боком разогнался там раз вывернулся боком его понесло скольжение все очень здорово и замечательно далее что у нас по перкам экипажа здесь подсажен с птшки экипаж поэтому немножко не то что я хотел конечно вторым перкам должен был быть ремонт обязательно и в бою мы это увидим он бы мне очень здорово пригодился по модулям у меня здесь стоит модули комплект модулей для активного света это вентилятор просветленка и стабилизатор досылатель сюда не ставится потому как у нас барабанная система заряжания если вы предпочитаете светить из куста то есть пассивный свет то стабилизатор рекомендую поменять на сетку здорово помогает кстати вот ну собственно основные вещи сказал давайте в бой и бой у нас будет на карте руинберг в принципе я здесь сразу занимаю такую позицию для первоначального засвета слишком низко выехал рисковал получить в борт благо трассер пролетел мимо с вертухана не попали ну здесь отсветил противников которые едут в нашем направлении занимать скажем так центр а сам смещаюсь на нулевую линию уже тем временем зарядился смотрю конкурентом летит думаю может ему еще успею в борт напихать ну там в принципе без меня его разобрали прекрасно теперь самое главное нам отжать вот эту мини деревню чтобы из нее могли тяжи и другие танки вести огонь по городу в принципе здесь мы с десятками воюем поэтому решающего значения мы не сыграем но зато мы сможем помочь союзникам именно вот отжать эту территорию она очень важна в стратегическом плане вижу шестьдесят девятку здесь я думал она мне засветила отъехал назад нет не засветила ну очень хорошо значит я вижу она меня нет огрею на себя 1 2 3 выстрел даю чтобы не получить вас в ответку отъезжаю назад наверняка кто-то уже перекатился к нему за спину и может мне настрелять здесь по нулевой линии поэтому я стараюсь прижиматься к домику подсвечиваю 69 увижу что меня сзади там и паттон прикрывает и лора там же ухожу в сейф от него ну 69-ку просто просто съедают здесь я отсвечиваюсь в принципе от арты или от пт-шек перезаряжаюсь и еду собственно на 0 по нулевой линии именно вот по левой части дороги здесь она как бы в низинке получается и прострелить нас очень сложно из вот зеленки отсюда а тем временем пока проезжаю еще могу и зеленку светануть вот здесь слишком близко взялся к дороге меня могли бы уже и подстрелить вот там где союзник едет вот вот здесь вот меня достать уже фактически и невозможно только в самый краешек башни но если мы движемся это нереально просто нереально очень сложно попасть видим там пт-шки наши тут как бы благодаря моему порыву врыву таком нас поддержали если бы я не поехал скажем так я подозреваю что и никто бы не поехал бы тщетно пытаясь пробить прототипа в щеки башни не пробивается он я уже заряжаю здесь кумулятивчики и тут я понимаю что это фейл тут стояла арта вот ее надо было первую очередь грохнуть но она убежала получила шот там от пантеры по моему и смылась в неизвестном направлении а это очень плохо конечно стоило бы и догнать но там су 101 стоит он мешает здесь я разгоняюсь путаю педали надо было бы конечно притормозить но я что-то как-то вот не успел затормозить понимаю что я в засвете сейчас нахожусь ну вот надо прототипа как-то забрать сбивает мне гусеницу я думаю прототипа доберу но блин прилетает не все таки вот сушки 101 стою на на гусле выбили боеукладку чиню именно боеуклад а не гуслю ну и мне тут еще один шот прилетает ну ладно вроде неплохо разменялись во всяком случае засветили то что нужно и отжали такую важную стратегическую территорию сейчас наши тут давит всю зеленку в городе проиграли полностью наших раскатали в городе пытаясь помочь своему заехать с ушки взад пока на кд но в лоб не выезжать как бы смысла нет она достаточно шустрая может развернуться быстро поэтому я хочу именно заехать ей в торцевую часть успеваю тут даже еще один шотик подсосать но добирает его счет в принципе хороший счет неплохой но скажем так наши тоже попросили по хп также какие противники поэтому мне тут нельзя делать ошибочных движений я пытаюсь подсветить арту но она видимо уже очень глубоко удрала поэтому мне тут не судьба выезжаю сейчас вот именно на прострел именно по городу тут наши катят ну как бы шотные я бы на их месте конечно не поехал бы я бы поехал бы как-нибудь аккуратно они так нагло как они тут ворвались блин опять вижу эту арту чертову и опять она убегает от меня понимаю что здесь ничего не могу сделать не пробивая прототипа еще там двести шестьдесят восьмой светится отстрелялся у меня есть какое-то время чтобы попытаться нанести ему дамаг ну даже что-то попытал попытка удалась но я вижу что он как-то зло на меня смотрит согрелся явно сейчас будет стрелять по мне поэтому я в спешном порядке делаю отсюда ноги динамика позволяет почему бы не смотаться как можно быстрее тем более что двести шестьдесят восьмой нас и фульного сваншотить то может по большому счету а уже подраненного то тем более здесь аккуратненько выезжаем хотим по хэвику настрелять но он уползает назад ай-яй-яй какая неудачка я вижу что у нас счет уже 10 10 учитывая что ситуация такая непростая я опять убегаю на ноль опять заряжаю барабан кумулятива здесь чуть-чуть ускорю раньше этого делать наверное не стоило потому что в танк слишком быстрый чтобы ускорять как будет казаться что он не передвигается телепортируется перекатываюсь сюда и понимаю что сейчас будут тут враги выезжать может я кого-то подсвечу ну вот тридцать четверка светится но к сожалению я не успеваю свестись чтобы ее добрать шот шотника в принципе конечно надо было бы и убить но наши то зато теперь знают получили полезную информацию откуда кто на них выйдет а стало быть будут готовы встречать друга а это очень здорово ищу здесь еще кого-нибудь подсветить елки-палки арта мне кликает посвяти здесь но вижу прототипа понимаю что дальше не поеду думал что засветился однако он меня не увидел несмотря на то что у прототипа хороший обзор и арта делает свое дело вот совсем другие дела и получается что в принципе ключевую вот такую вот роль именно в концовке боя сыграл именно маленький светлячок там t71 вижу 268 пытаясь ему тут настреливать его тут лора крутит и попадаю еще и в своего блин ну файл ничего не скажешь 268 обратите внимание меня не видит странно но факт ну вот блин последним снарядом конечно промахиваюсь но и остается один единственный шотный хэвик которого я уже в принципе тут и не успею добить хотя очень захочу отправлюсь на его поиски но тем не менее тем не менее он окажется шустрее он почему-то движется к нашей базе вместо того чтобы защищать свою борщ там его уже видит ну и все тут наши разом кинулись его тут добить все фраг в глазах доллары фраг давай его нет бы оставить маленькому и беззащитным ну ну ладно не достался нам ну и не достался бог с ним ну в общем-то бой выдался такой не особенно такой домашний не особенно такой вопрос состоит в том что t71 это не машина для нанесения огромного урона эта машина для хорошего света и самое главное нужного главная его задача это сделать так чтобы союзники нанесли противнику урон несовместимый с победой а на этом у меня все подписывайтесь на канал ставьте лайки всех буду рад видеть в комментариях ну а пока пока